В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Поддерживают отечественного производителя. Губернатор Николай Меркушкин предпочитает автоваз. Борьба с высокими ценами. Как стабилизировать цены на социально значимые продукты. Проверят всех специалисты Департамента потребительского рынка против незаконной торговли. Связь налажена. В Самаре открылась горячая линия для обращений избирателей. Люди, места, события. Все о родном крае. В региональном отделении партии «Единая Россия» представили новый интернет-ресурс. Новинку автоваза для рабочих поездок в Москве начал использовать губернатор Николай Меркушкин. В столице прошел заключительный день 15-го съезда партии «Единая Россия». Глава региона прибыл на мероприятие на «Ладо-Веста-Сигнатур». Автомобиль выполнен в удлиненном кузове с роботизированной коробкой передач. Эту машину передали в гараж полномочного представительства губернатора Самарской области при президенте России в июне. В столицу губернатор Самарской области планирует использовать машину на постоянной основе. Напомним в своем послании Николай Меркушкин поставил задачу о постепенной замене служебных иномарок большинства госслужащих и сотрудников подведомственных учреждений на автомобиле Тольяттинского производства. Закупка отечественных автомашин – это возможность оптимизировать расходы бюджета, а также дополнительная мера поддержки российского автопрома. На данный момент руководители некоторых региональных министерств, а также глава Самара Аликфурсов уже используют автомобили Автоваза. Для правительственного гаража планируется закупить еще около 200 автомобилей «Ладо-Веста» и «Ладо-Х-Рэй». Самар – один из самых дорогих городов Паевожского федерального округа, в том числе и по ценам на продукты питания. По данным специалистов городского департамента потреб рынка стоимость картофеля, муки, колбасных изделий и других продуктов выше средней в ПФО. Чтобы стабилизировать ситуацию в первом полугодии 2016-го городская администрация проводила сельскохозяйственные ярмарки. Постоянно работало 15 торговых площадок. Товар на любой вкус предлагали десятки местных производителей. Стабилизировать цены на социально значимые продукты рекомендовано представителям крупных торговых сетей. По данным специалистов, за последнюю неделю заметно снижение цен на многие продукты. На 2,5% подешевели макароны. Сахар, яблоки, хлеб – минус 1%. Куриное мясо – до 4,5%. Свежие капусты и огурцы и вовсе скинули в цене от 7 до 10%. Работа по снижению и стабилизации цен будет продолжена. Основная задача наша, конечно, это стабилизация цен, особенно на социально значимые продукты в магазинах города Самары. В конечном итоге наша задача и цель, чтобы люди могли покупать по достойным ценам достойную продукцию, достойного качества, чтобы уровень их жизни сохранялся. В Советском районе появятся места для пенсионеров, торгующих овощами с дачных участков. В Самаре продолжаются рейды по объектам торговли. Сегодня комиссии в составе руководителя департамента потреб рынка и услуг депутатов Самарской городской думы и полиции объехало несколько проблемных точек в Советском районе. Какие изменения ждут сферу уличной торговли, узнала Марьяна Мирная. Торговля горохом и клубникой на обочине рядом с проезжей частью и остановкой вне закона, объясняет женщине руководитель департамента потребительского рынка и услуг Александр Андреянов. Это нарушение всех санитарных норм, да и красоты улицы не добавляет. С насиженного места ее не выгнали, пожалели и даже обещали, что в скором времени в районе появятся торговые ряды, где для пенсионеров будут выделены специальные места. Киосков в перспективе у нас не должно быть совсем. Если они будут в какой-то небольшой части, они должны быть прежде всего утвержденного дизайна главным архитектором, чтобы облик города не портился, чтобы мы жили в нормальной, хорошей среде. В советском районе больше 1200 объектов торговли, 90% оформлены по закону. В 2016 из городского бюджета выделено больше 6 миллионов рублей на демонтаж нелегальных торговых точек. Несмотря на то, что с территории регулярно вывозятся несанкционированные объекты, палатки и лотки с шаурмой продолжают расти как грибы. Мы сейчас в промышленности 9 мая, перед вами видим, что появился недавно киоск шаурма, который явно незаконно здесь находится. И то, что пока не срабатывает, будем поднимать вопрос и искать решение, это то, что он подключен к электрической энергии. Вот здесь у нас самарские электросети, кому это относится, они почему-то считают, что они могут для зарабатывания денег подключать всех и вся. Подобный рейд по объектам потребительского рынка также прошел и в Железнодорожном районе. На очереди еще 7 районов города. После объездов будут сформированы меры по ликвидации незаконных объектов, а районные архитекторы приступят к формированию эскизов внешнего вида торговых точек. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. В Самаре открылась горячая линия для обращений избирателей. Напомню, единый день голосования – 18 сентября. Какие права есть у населения и куда обращаться в случае нарушения? На эти и другие вопросы самарцам ответят квалифицированные специалисты. Лариса Шалафаст подробнее. Общественная горячая линия с избирателями начала работу. Специалисты готовы ответить на вопросы горожан. Горячая линия работает на базе нотариальной палаты Самарской области с 2009 года. Количество обращений растет. Если в 2009 году поступило больше 200 звонков, в 2014 их было уже 400. Это дополнительный мостик между властью, избирательными комиссиями и избирательными. Этот мостик, так сказать, он уже зарекомендовал себя за прошедшие годы как эффективный инструмент не только контроля за выборами, но вообще диалога с гражданами. На телефоны горячей линии жители могут обращаться как по вопросам проведения выборов, так и по другим темам. Все обращения специалисты будут оформлять и направлять в письменном виде в соответствующие инстанции с требованием проверить факты и исправить конкретное нарушение. Очень много вопросов решено, касающихся благоустройства дворов, домов, осушения подвалов, очищения детских площадок от парковки автомобильной и так далее. Поэтому я думаю, что граждане уже знают, и эта тропа не зарастает народно именно к нашему офису Нотариальной палаты. Я думаю, что и в этом году горячая линия будет загружена по-настоящему. Одновременно мы проводим мониторинг настроения общественного мнения и, соответственно, делаем выводы о том, как реализуется наше избирательное законодательство, социальное законодательство, законодательство о политической сфере в целом. Горячая линия будет работать до 16 сентября по будням с 10 утра до 16 часов дня. 17 и 18 сентября в день выборов круглосуточно. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Ученые из трех континентов собрались в Самаре на третью научно-техническую конференцию «Динамика и виброакустика машин». Свои передовые проекты в робототехнике и машиностроении наряду с самарскими учеными представляют гости из Японии, США, Германии и Польши. На открытии большого научного форума побывала Лариса Шлафаст. Самарским ученым есть что показать зарубежным коллегам. На выставке оборудования представлены лучшие проекты. Над этой платформой аспирант Самарского исследовательского университета Павел Гришников работал год. Это основа для тренажера, на котором учатся летать пилоты. Она выполнена по новым технологиям. Преимущество в том, что, во-первых, это на порядок дешевле. Да, конечно, есть недостатки. То есть она недостаточно жесткая, она такая податливая. Но когда мы говорим о пилотажных тренажерах, сам летательный аппарат, он движется плавно, так медленно. И когда нужно именно передать только ощущения, в принципе, пневматики оказывается достаточно. Это не единственный проект самарских ученых. На базе Самарского исследовательского университета имени Королева проводится большая научная работа. Студенты сделали несколько спутников. Один из них – АИС-2Д, который вышел в космос с космодрома Восточный. Совместными усилиями со всем мировым научным сообществом участники встречи готовы создавать новую технику, которая сможет работать еще более эффективно и точно. Ни один университет или ни одна лаборатория по отдельности решить эти проблемы не может. Но когда мы объединяем свои усилия вместе, когда мы дополняем друг друга в той части, которая профессионально в каждом коллективе более выигрышна, мы получаем результат, который, я надеюсь, позволит нам вместе с вами, дорогие друзья, идти по пути развития и прогресса. Это уже третья международная научно-техническая конференция, посвященная изучению динамики и виброакустики машин. Поделиться опытом на международную конференцию в Самару приехали представители Финляндии, Франции, Австрии и Японии. Планируется, что участники обсудят передовые разработки в робототехнике, машиностроении, авиационной и судостроительной промышленности. Конкуренция производителей оборудования, она с каждым годом усиливается. И сегодня на рынке готовой продукции побеждают те, которые предлагают изделия более высокого качества. А качество оценивается в том числе после того, как изделие выполняет необходимые функции. Значит, в понятие качества входит все-таки отсутствие шумов дополнительных, отсутствие вибрации. По итогам международной конференции выйдет сборник научных работ ученых со всего мира, а также статьи на английском языке, которые опубликуют в популярных научных иностранных изданиях. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Исторический журнал о Самарской губернии теперь может прочитать каждый желающий. Правда, вместо привычных страниц разделы нового сайта, в которых подробно представлен каждый из 45 районов области. Интересные люди, события и места, которые стоит посетить. На презентации проекта побывала и наша съемочная группа. На просторах российского интернета заработала новая интерактивная площадка, посвященная жизни и творчеству каждого района Самарской области. Исторический журнал – не просто интернет-ресурс, а целая система, объединяющая любителей истории, археологии и краеведения. Федеральный партийный проект «Историческая память» поддержан президентским грантом и стал основой проектов региональных. Среди просто неравнодушных жителей, блогеров, фотографов эта тема нашла отклик. И эта площадка стала тем местом, где мы действительно можем позиционировать историю своего города, края, семьи, района, близких друзей, просто каких-то мест и событий. Люди, места и события – это основные разделы сайта, заполнить которые может каждый житель губернии. Для этого необходимо пройти простую регистрацию, отправить информацию модераторам и ждать размещения на портале. Сайт будет обновляться и дополняться на основе материалов, предоставленных пользователями, а также самарскими историками, краеведами, журналистами и представителями музеев, вузов и общественных организаций. Этот сайт, по сути, будет той энциклопедии, которая позволит экскурсоводам, компаниям разрабатывать различные маршруты по нашим муниципальным районам. Не нужно искать, собирать информацию, можно будет зайти на сайт, посмотреть, кто проживал, какие места, какие события проходят на территории, под них сформировать любые и патриотические программы, и образовательные программы. На заседании Оргкомитета проекта было решено включить в структуру сайта раздел «Гостевые маршруты», которые будут создаваться на основе данных Департамента туризма Самарской области, а также раздел «События», где будут отражены культурные мероприятия каждого представленного района. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре прошло очередное заседание антинаркотической комиссии. Количество учащихся, состоящих на учете за правонарушение в первом полугодии, снизилось на треть. Сотрудники наркодиспансера провели обследование школьников на присутствие в организме психотропных веществ. 90% детей и родителей дали согласие на исследование. Результаты порадовали. Случаев употребления наркотиков в самарских школах не обнаружено. По итогам этого социально-психологического тестирования были определены региональным центром социопсихологическим, были определены 32 общеобразовательных учреждения городского округа Самара, обучающиеся которых продемонстрировали в ответах высокий уровень лояльности к употреблению наркотических средств и психотропных веществ. Первая смена в летних лагерях закончена. В июне в оздоровительных центрах региона отдохнули десятки тысяч детей. Главное в летней кампании – вопросы безопасности. Их с руководителем профильных министерств и главами муниципалитетов на видеоконференции обсудил вице-губернатор Александр Нефедов. Подробности в репортаже Алины Чемерис. Более 60 тысяч юных жителей региона отдохнули в июне в оздоровительных лагерях. В свои двери для детей распахнули свыше 700 центров отдыха. На вторую смену уже заехали почти 16 тысяч человек. Чтобы лето им подарило только хорошее впечатление, каждый лагерь тщательно проверяют на предмет безопасности. На особом контроле центры, расположенные вблизи водоемов, спортивные и туристические лагеря. Таких в регионе порядка 20. По словам специалистов, грубых нарушений нигде не выявлено. Особо следят за тем, чтобы места массового отдыха детей не возникали спонтанно. Когда родители между собой договариваются, когда кто-то из общественников организует какие-то заезды, палаточные лагеря временные, вот по ним есть риск, что там, конечно, возможно, не соблюдается правило безопасности. Поэтому сейчас очень важно выявление. Это не отдых. Это, прежде всего, опасность для жизни. И все места неорганизованного купания. Либо туда посты выставляйте, аншлаги, естественно, и все меры, необходимые для безопасности. Либо не допускайте туда. А это сделать можно один-два раза, и больше туда никто не пойдет. На совещании говорили и о тех, для кого это лето стало временем не отдыха, а ответственности. В регионе 26,5 тысяч девятиклассников сдали выпускные экзамены. В этом году впервые два предмета были обязательными и два по выбору. С испытаниями не справились. Около тысячи человек, почти половина из них – ученики самарских школ. Чтобы двойка на экзамене не перечеркнула всю дальнейшую жизнь в регионе, таким детям будут помогать. Одиннадцатиклассник, не получивший аттестат, он уже имеет документ об образовании, то есть документ, аттестат об окончании девятого класса. Ученик девятого класса, выпускник девятого класса, не получивший аттестат, он фактически никто, он не имеет права учиться в учреждениях профобразования, он в дальнейшем не сможет устроиться на работу, потому что у него не будет никакой специальности. Каждого ребенка, каждого, повторяемыми словами министра, взять на учет и понимать, куда он дальше пойдет. У нас вполне достаточно и образовательных учреждений, и мест, и людей, и органов, и ответственных работников, для того, чтобы этот контроль осуществлять и в необходимые меры отрабатывать и помочь этим ребятам. Чтобы дети получали знания в комфортных условиях, в регионе в этом году капитально отремонтируют 14 школ и два детских сада. На это направят 600 миллионов рублей, более половины из областного бюджета. Все работы должны завершиться до 30 августа. В День знаний первых учеников примут и две новые школы, обе в Самаре, в поселке Волгарь на тысячу человек и в микрорайоне Крутые ключи на 1300. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. А теперь коротко о других темах дня. Найдены племянницы пилота штурмовика времен Великой Отечественной войны, останки которого были обнаружены под Самарой. Напомним, обломки самолета Ил-2 найдены во время земляных работ в апреле текущего года. Погибшим оказался младший лейтенант Иван Черкасский, уроженец Ворошиловградской области. Выяснилось, что мужчина погиб в 1942 году при перегоне штурмовика с завода в Куйбышеве на аэродром Кряж. Племянницы Ивана Черкасского проживают в Луганской области. Сейчас стороны решают вопрос о передаче останков пилота родным. Десятки килограммов яда под боком у студентов. В Чапаевске в одном из классских помещений химико-технологического техникума обнаружено 162 вида химически опасных и ядовитых веществ. Серные, азотные кислоты, фенолы, ртуть и другие опасные вещества находились в непосредственной близости от жилых домов, а их наличие, по данным силовиков, руководство учебного заведения скрывало. При этом каких-либо документов на них не было, на балансе учреждения вещества не стоят. По данным областного управления ФСБ, руководство техникума предпринимало попытки частичной утилизации яда силами своей лаборатории. При этом емкости, подлежащие обязательной утилизации, выбрасывались в бытовой мусор. Вынесен приговор Павлу Постоловскому, который признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Напомним, в 2010-2013 году Постоловский, не имея разрешительных документов на строительство, собрал с 200 дольщиков 163 миллиона рублей на строительство жилого комплекса в районе пересечения улиц Советской и Черемшанской. На этот проект он также взял банковский кредит 77 миллионов рублей под залог квартир в строящемся доме. Постоловский признал обвинение в полном объеме. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Ущерб от строительства Фрунзенского моста в Самаре возместят стерлядью. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило новые торги. Ищут подрядчика по выращиванию и выпуску мальков, рыбы в реку Самара. Из бюджета на это выделяют почти 5 миллионов рублей. Подрядчик должен вырастить 300 тысяч штук стерлядей и до 1 августа выпустить ее в реку. Мультфильм «Забывчивая семья», которую создали в Самарской детской студии «Печка», стал лауреатом фестиваля «Жар птица». Автор Миша Анфинагентов, ему 10 лет. Вместе с преподавателями студии Миша рисовал мультфильм два учебных года. Всероссийский фестиваль детского мультипликационного кино «Жар птица» проходит ежегодно в июне и длится неделю. Его проводят в новосибирском Академгородке с 2004 года. В этом году в фестивале приняли участие 52 студии из самых разных уголков России, от Ялты до Владивостока. Участники продемонстрировали более 200 мультфильмов. Сказка на Пуантах. Под занавес 85-го театрального сезона студенты Самарского хореографического училища представили детский балет «Фея кукол». Для выпускников училища это дипломный проект, который оценили не только зрители, но и госкомиссия. Какой вердикт она вынесла, знает Валерия Макарова. АПЛОДИСМЕНТЫ Я проверяю себя на чувство настоящего балета. Если случается на сцене праздник костюмов, техники, образа драматического, несмотря на то, что это балетные артисты, у которых есть специфическая техника, специфическая школа, то все состоялось. Сегодня все состоялось. Балету «Фея кукол» уже больше 100 лет. Он был одним из самых популярных в Европе конца 19 века. Для современных студентов это не просто дипломный проект, это первый выход на большую сцену Академического театра. Может быть, для некоторых выпускников это единственная возможность выйти в сольные партии, потому что, как известно, после окончания училища все студенты приходят в пердобалет. И для того, чтобы выйти в сольные партии, нужно проработать год, два, три. После спектакля все выпускники получили дипломы. Среди них и «Фея кукол», она же Олеся Севастьянова. Она мечтала об этой партии. С очаровательным образом «Фея» и свыкалась несколько месяцев. Для нее это первая ведущая роль. Такое фееричное настроение у меня было. Восторг. Ну и волнение очень большое. Потому что это огромная ответственность. Публике представлять себя в качестве ведущей солистки. Танцовщики балета – штучный товар. В этом году хореографическое училище выпускает шесть студентов. С окончанием восьмилетней учебы их поздравил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. Я надеюсь, что вас ждет блестящее будущее. Что вас ждут лучшие сцены России и всего мира. И сегодня вы вступаете на эту дорогу, по которой вам предстоит идти долго. Четверо из шести выпускников останутся в Самарском театре. Двое отправятся покорять питерские подмостки. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Далее новости спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы – капли Акуметил. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил – здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские дзюдоисты вернулись с чемпионата по Волжье с чемоданом медалей. Армейцы начинают и выигрывают чемпионат Самары по маунтинбайку. Яхтсмены разыграли мемориал заслуженного мастера спорта Николая Мясникова. В акватории Самары прошла традиционная регата в честь легендарного советского яхтсмена, первого чемпиона СССР по парусному спорту Николая Мясникова. Первый старт гонки был дан еще в 1974 году. Сегодня самому юному участнику соревнований 15 лет, самому старшему – 78. За медали мемориала гонялись 12 экипажей. В итоге в трех классах судов чемпионами стали «Ракета С» капитана Владимира Самсонова, «Блик» Сергея Ведманкина и Иол Михаила Лаухина. Лучшее время на дистанции – 40 минут – показал экипаж «Блика». Открытый чемпионат и первенство Самары по маунтинбайку в категории кросс-кантри выиграл спортшкольник ЦСКА Михаил Царев. Он, кстати, защитил свой прошлогодний титул чемпиона. На пьедестал почета поднялись еще два его товарища по команде – Александр Барабанов и Артем Пестриков. 18 медалей завоевали самарские дзюдоисты на чемпионате по Волжье. В Перми боролись мужчины и женщины. Сборная региона была многочисленная – 35 спортсменов. И половина вернулась домой с наградами. Золотыми поединками отметились Мария Персидская, Кристина Румянцева, сестры Костенко, Мария и Валентина. У мужчин чемпионом по Волжье стал Алико Джиланзе. В наградной копилке у сборной Самарской области еще пару серебряных и пять бронзовых медалей. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...